Урок для Стёпы Кузьмина начинается не с обычного звонка, а со звукового сигнала в скайпе. Девятиклассник Кузьмин, учащийся в центра домшкола.ру. Для него русский, математика, химия и прочие занятия проходят не в шумном классе, а в собственной комнате. Стёпа – один из 33 ребят областного центра, обучающихся дистанционно. Право на подобную форму уроков имеют только дети-инвалиды. Учитель ведет занятия по скайпу, через сканер получает домашние работы. Поблажек никаких. Те же объективные оценки, промежуточные итоговые самостоятельные контрольные, тесты, экзамены. Индивидуальное обучение – это всегда для ребенка индивидуальный подход, то есть к нему найдут, как лучше его учить. То есть он себя намного комфортнее чувствует с учителем, потому что учитель становится для него родной. Сложность, наверное, тоже в этом же заключается, потому что действительно ребенок должен быть всегда готов, он должен понимать, что его каждый урок будет спрашивать, что он уже никуда не отлынет. Стандартные 45 минут урока тьютер объясняет ребенку тему учебной программы для его возраста. План занятий построен так, что есть время для уроков технологии и физкультуры. Правда, они в виде теоретического курса. В день у особенного ребенка, обучающегося дистанционно, 2-3 урока. И, конечно, очень большие уже хорошие результаты достигнуты за это время. Многие ребята выпустились из нашего центра и даже поступили в высшие учебные заведения города и города Москвы. И в дальнейшем обучаются успешно, в том числе и дистанционно. Компьютер школьнику с ограниченными возможностями предоставляют бесплатно. Устанавливают копировальную технику и специальные программы проводят интернет за счет средств федерального бюджета. Также ребята получают комплекты учебников и специальные приборы для лабораторных работ. По окончанию школы, если это оборудование им дальше не нужно для получения образования, например, в высшем учебном заведении или в среднем специальном учебном заведении, то это оборудование школа могла использовать для других ребят. Если же необходимо было это оборудование, то оно могло быть оставлено ученику. По новым образовательным стандартам родители имеют право выбирать, как будет учиться их ребенок. Дистанционная форма устраивает не всех. Некоторым она не подходит по состоянию здоровья. Семья Кузьминых же считает ее оптимальной. Я, как мама, например, что-то умею делать хуже и меньше, хотя это уже осваиваю компьютер. И есть чему поучиться. И я даже бывает иногда сравниваю с другими детьми, которые учатся в обычной школе и тоже умеют пользоваться и телефонами, и смартфонами, и планшетами. Но какие-то моменты они еще не освоили. И мне кажется, дети из нашей школы умеют это делать лучше. Лариса Кузьмина с гордостью показывает увесистую папку с достижениями сына. Здесь множество грамот за успехи в учебе, награды за победы в различных творческих конкурсах. Степа учиться любит и считает, что компьютер в этом его главный помощник. Вроде старение пока нормально. Сижу я почти весь день всякие вещи делаю. Видео смотрю, уроки делаю. Весь день он работает, компьютер. Дистанционная школа – это не только уроки. Мамы, не выходя из комнаты, посещают родительские собрания. Дети участвуют в онлайн-конкурсах и мастер-классах. Сегодня в так называемом кабинете свободного общения приглашенные гости – сотрудники МЧС. Расскажем о основных требованиях пожарной безопасности, соблюдении требований пожарной безопасности в быту, а также поведении случаев возникновения пожара. Принято считать, что детям, обучающимся дома, не хватает коллектива, друзей. На самом деле это не так. Всемирная сеть дает неограниченные возможности для общения. В онлайн-условиях ребята чувствуют себя комфортнее сверстников. В веб-мире им нет равных. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.